Как обычно, всех приветствую и сегодня к этому видео про анатомические особенности гитаристов я хотел бы дописать небольшое вступительное слово То есть это видео, возможно, такое изначально немножко проклятое, будет много хейта, неадекватных реакций и так далее И это видео даже пришлось записывать два раза То есть оно такое происходит впервые, потому что у меня первый раз не записался голос в петличке Поэтому, видимо, есть какое-то изначально проклятие наложено на это видео Но самая главная идея то, что это видео адресовано именно здоровым людям То есть вот есть какие-то серьезные проблемы с руками, прям подтвержденные диагнозами от врачей То есть, не знаю, какая-нибудь необратимая мутация правой руки, несовместимая с высеканием Или патологический рассинхрон, еще какие-то вещи Ну тогда, да, возможно, это видео не для вас Но если вы все-таки более-менее здоровый человек, такой же, как, ну, примерно, как все Тогда это видео, соответственно, адресовано именно вам В общем, старайтесь реагировать адекватно, потому что у меня там само немножко бомбит и пригорает Вот о таких вещах, про которые я там говорю И, в общем, надеюсь, будет многим полезно и будет повод задуматься Всем приятного просмотра и скоро продолжим, пока! Еще раз всех приветствую и сегодня хотел поговорить на одну очень скользкую тему Это, так называемые анатомические особенности при игре на гитаре Дело в том, что, скажем так, вдохновило меня это видео записать Одна ситуация неприятная, которую я видел на одном из форумов Это когда один учитель, не очень известный, но тем не менее, выложил видео с каким-то своим учеником И этот ученик сидел буквально вот так вот То есть просто фактически там параллельно полу Естественно, народ стал бузить, типа, что такое, как ты можешь так человека ломать А учитель сказал, типа, а это у него такая анатомическая особенность То есть, на мой взгляд, конечно, это полнейший бред То есть, как это получается, человек тогда и по улице ходит вот так, как будто он какой-то мешок бульбовый несет Или, соответственно, он там смотрит телевизор, может быть, вот так вот То есть, что это за особенность? Может, какой-то врач выписал диагноз Типа, там, не знаю, непереносимость грифа индивидуальной Или гитарная аллергия То есть, что это за особенность? На самом деле, мне эта тема всегда очень сильно интересовала Поэтому, когда у меня появлялись ученики-врачи, я у них спрашивал, типа Ну, есть же какие-то все-таки особенности такие анатомические с руками? Они все в один голос говорили одно и то же То есть, это были действующие врачи в нормальных клиниках Они говорили одно и то же Что глобально руки одинаковые Отличаются разного рода всякие мелочи Допустим, я на левой руке могу вот так вот сделать мизинцем На правой просто никак Или, допустим, могу здесь вот так сделать А у меня есть знакомые, которые забойно рубят, но, бля, так сделать почему-то не могут И такие вот всякие вещи То есть, буквально у меня за всю карьеру был, наверное, человек 5-7 Которые потенциально не могли сделать никак перекат мизинцем То есть, допустим, они ставили палец и просто вот он не гнулся То есть, речь идет о такой вот вещи, когда нужно пальцем делать перекат мизинцем То есть они могли это сделать другой рукой, но именно самим пальцем, вот просто никак То есть такое крайне редко, но бывает, в основном, естественно, это все лечится И такие вещи, они глобально, конечно, на вашу игру не повлияют, то есть всегда можно выкрутиться А вот такого, чтобы для человека было естественным сидеть там, как-то через жопу перекошенным Или с какими-то адски кривыми такими вот руками, такого, конечно, нет, опять же, я этим врачам доверяю Разного рода ленивые спорщики обычно пытаются так защищаться То есть которые сидят сами криво, косо, играют у них на выходе какое-то говнище получается Они говорят так, а вот Марти Фридман, а вот Стив Морс Они сидят кривовато и у них руки как-то выглядят странно, а при этом замечательные музыканты Музыканты, конечно, да, то есть у Фридмана, это вообще, в принципе, один из моих любимых гитаристов У него шикарная вибрато, шикарные бенды, то есть выбор нот прям мне очень нравится Он мощно валит в ударку, все здорово, но, конечно, он объективно играет очень грязно Давайте посмотрим То есть, как видите, это звучит очень грязно и выглядит, в принципе, ну, мягко говоря, не здорово, не эстетично То есть кто-то может сказать, это Фридмановский шарм Нет, никакой это не шарм, это просто вот такой косячок, но учитывая, сколько у него других заслуг Поэтому этот косячок ему, естественно, все прощают То есть, как видите, у него получается столько срача, что в конце, даже когда этот срач просто зашкаливает Он просто берет и так вот прихлопывает рукой, приходится вот так вот париться, то есть тут так, тут так Ну, конечно, это... копировать смысла нет То есть, одно из самых жалких зрелищ, которые я видел на YOUTUBE, это какой-то чувак, видимо, такой прям дикий фанат Фридмана Он пытался играть какой-то у соляк и, соответственно, пытался копировать именно там постановку И в итоге это звучало ужасно, выглядело ужасно И, то есть, короче, ужас Я вообще такие вещи никогда не понимал, когда люди пытаются копировать своего кумира именно внешне То есть, когда куча японцев одевает какие-то золотые часы и там обвешиваются золотом И пытаются копировать маленьственно Мне кажется, ну надо, конечно, заимствовать какие-то идеи музыкальные, манеры звучания, но копировать такие вещи, какие-то бытовые, мне кажется, это бред Теперь, что касается Стива Морса То есть то же самое, замечательный музыкант, тонны альбомов, где пепл играет Но давайте посмотрим, как все это выглядит Ну вот, как видите, и звучит, и выглядит очень натужно То есть тонны срача валят Он так сидит, прижимая к себе гриф, что в итоге у него под указательным пальцем получается дырка В эту дырку, естественно, лезет срач Пальцы не разделяют ноты, получается тонны интервалов Правой рукой возюкает, застревает, потому что такая постановка, это уточка, она, в принципе, изначально проклятая То есть с ней валить так, как Гилберт, ну просто нереально Поэтому, опять же, я не вижу никакого смысла копировать технические элементы Если вам нравится Стив Морс, ну так, блин, постарайтесь скопировать его какие-то идеи музыкальные То есть еще какие-то вещи, мышления Но какой смысл копировать ошибки и грязь? То есть, ну какой смысл? На мой взгляд, абсолютно никакого смысла нет Поэтому, я думаю, все уже знают, что я, как такой активный борец с такими гитарными бреднями Все время парюсь за аккуратные какие-то изящные линии, за аккуратные постановки, за нормальные посадки, а не через жопу перекошенные Я думаю, что все уже видели у меня на канале видео и про посадку на левой ноге, и про посадку на правой ноге И про постановку левой руки, про постановку правой руки Все осталось реально снять только про постановку коленей, там, про положение ступней, там, и про наклон головы, еще что-нибудь такое Поэтому я считаю, что нужно, блин, выглядеть нормально и естественно Потому что все равно большинство этих виртуозов, Гилберты, Тиммансы, они все равно выглядят круто Поэтому сам все факты, когда люди достают парочку исключений, типа Фридмана и Морса И пытаются говорить, а вот смотри, мне кажется, это уже фейл изначально на самой стадии формальной фразы Поэтому это бред И нет какой-то такой перекрестка, на котором вы должны выбрать или кривая игра, но типа суперноты Или чистая игра, но ты говно, такого нет То есть вы можете взять это и совместить То есть берите ноты, которые вам нравятся и просто играйте их чисто, в этом никто не может вам помешать То есть я считаю, что это именно так Так что, как обычно, здесь говорят правду о игре на гитаре Так что, кто не подписался, подписывайтесь И скоро продолжим ваш скилл улучшать Так что всем успехов и пока!